Доброго времени суток, мои дорогие подписчики. К сожалению, в кадр это не попало, но мы приобрели дом. Одна из целей выполнена. У нас теперь есть свой домик. Не хоромы, конечно, но жить можно. А вот как-то так. Протянули сюда машину. Теперь будем тут жить. Вот такой вот интерьер. Аскепизм процветает. Одна комната и кухня, хотелось бы мне сказать. Но нет, одна комната и туалет. Кухни у нас как бы нет, но на этом столике будем, я думаю, тушить, готовить в дальнейшем, если база нам что-то даст. И настал тот самый долгожданный момент. Как я понимаю, надеюсь, дров нам хватит. Надеюсь, тут можно сжечь костер. Да, тут можно сжечь костер. Жарим нашу одну рыбку, где она уже была рыбками. Подарим, ладно, мясо оленины. У нас как раз проблемы с едой, у нас же есть рыба. Так, где наше мясо? Наше мясо, что не так с этой рыбой? А, это не та рыба, я думал, рыбу нужно пожарить. Это, к сожалению, не та рыба. Ну ладно, мы покушали как бы. Еще одна из целей забылась. Мы прокормили себя сами. Разожгли костер. Добыли оленя. Конечно, с мусорки, но на вкус очень даже приятно. А, у нас, к сожалению, двухместная машина чел, я уже подвожу. Но ты можешь тут постоять, я... Нет, канистры нету, к сожалению. Ты можешь постоять, я его довезу к казино и вернусь за тобой. Хорошо? Хорошо, я подожду. Хорошо, давай. Вот и скинул тебе название канала. Вот кто-то... От подписчиков? Да, тут 166 что-то, что-то такое. Хорошо, спасибо. Ну, вот так вот лутаем подписчиков, как бы нас больше. Чел, привет тебе от меня. Хотя ты сидишь со мной в машине, думаешь, а смотришь это видео. Я безумно рад, что люди прибавляются, как бы... Есть какой-то смысл, значит, снимать. Есть притоп подписчиков, потому что, ну... 166, конечно, это такое число. Небольшое, но все же... Вернулись мы за этим парнем. Наверное, кто-то нас дождался. Садись, друг, я тебя довезу. Куда тебе? Повтори еще раз, я тебя не расслышал. Так, что-то он печатает, парнишка. Делаем добрые дела, как бы не бросаем людей в беде. В отель. Хорошо, понятно. Довезли парня, ему нужно было не в отеле, а на Аксионе, получается. Даже, вроде, плюс один подписчик, у нас он обещал подписаться. Я ему пообещал, что он попадет в серию, как бы... Сейчас уже пятая серия, но... Сегодня, получается, вы что-то вторая. Ну, получается, снимать наперед, заранее. Ну, на самом деле, это хорошо, потому что сейчас есть время свободное. И есть возможность снять что-то заранее, чтобы серии выходили ежедневно. Нашли скупщика по 12500, продали камень. Ой, камень металл. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк – моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. Двадцать лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги – все сгорело в нем. И теперь я побираюсь двадцать лет. Кому нужен старый никудышний дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. Эй, ребята, когда пьете вы вино, Мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу, Я их в супу аккуратно положу. Отнесу я завтра их в приемный пункт, Мне за них шестьдесят копеек отдадут. Я куплю бухонку хлеба и сырок, Чтобы с голоду не протянуть мне ног. Я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, Люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. Отпадайте людям не ради Христа, Не мила мне жизнь, я от нее устал. Помоги, прохожий, милый пятаком, Сжайся надо мной над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, Я простой советский бомж, а не шпана. Я не сделал ведь плохого никому, Так за что меня берете, не пойму. Я бычок подниму, горький дым затяну, Покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. Я бычок подниму, горький дым затяну, Люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА